Всем привет! Закончился первый сезон Колец Власти, так что сейчас самое время подводить его итоги, а также поговорить о планах на будущее в данной вселенной. Причем, что первое, что второе, выглядит более чем туманно. Почему? Ну потому что шоураннеры, да и часть каста сериала уже сейчас демонстрируют не то чтобы непонимание, но даже и нежелание хоть как-то обращаться к первоисточнику в виде книг Толкина. Вместо этого нам из Саурона в следующем сезоне обещают сделать чуть ли не мафиозного босса клана Сопрано, да я не шучу, тем временем зрители и часть критиков в шоке от того шлака, которым получился первый сезон в целом, например Форбс просто не оставляет на нем камня на камне в своей свежей статье, ну а Дом Дракона ожидаемо вырывается в лидера и по аудитории и по количеству минут просмотра, независимо от всей бравады и похвальбы прайм-видео. Короче давайте наверное в последний раз уже оглянемся на первый сезон, дабы посмотреть на него в целом и понять почему все пошло не так, а еще поймем что ждет Кольца Власти дальше, погнали. Ну что же в целом конечно большинство сходится во мнении что первый сезон сериала Кольца Власти получился не тем чего мы с вами ожидали, даже если вам в целом понравился дебютный сезон знаю что таких зрителей немного, но они все же есть, но при этом уверен что даже они в глубине души ожидали большего. Что же касается меня лично, я уже говорил что первая серия вдохнула в меня некие надежды на лучшее, но потом все они угасли со следующими эпизодами. Финал же опять оказался чуточку бодрее, примерно на уровне старта сезона, но разумеется это и близко не может сравниться с тем, чего все мы ожидали от адаптации Толкина, от самого дорогого сериала в мире и от проекта создаваемого на протяжении более пяти лет. Что же касается например прессы, то она как водится разделилась, есть такие кто пытается как могут обелить первый сезон и показать что он все же вовсе не плох, а есть и такие как например Форбс и эти ребята в своей статье просто отжигают. Я вот вам прям процитирую кое что, потому что думаю лучше сказать у меня не получится. Итак, Кольца Власти завершили свой первый сезон и все что я могу сказать это позор всем кто приложил руку к этой пародии. Я никогда не видел чтобы адаптацию крупного произведения так жестоко оскорбляли, так сильно все переделывали и так неуважительно обращались с ней, как создатели Колец Власти обошлись с Властелином Колец. Творения Толкина едва просвечивают сквозь эту грязь, я дал этому сериалу шанс, я вошел с низкими ожиданиями и на мгновение был очарован увиденным, но вскоре в истории и ее героях начали проявляться трещины, из Мефрила это шоу уж точно не создано. Кстати, последняя фраза точно сходится с моим личным видением сериала, я тоже мало чего от него ждал после увиденных трейлеров и после первой серии ненадолго действительно подумал о вдруг, но вскоре это развеялось и конечно Кольца Власти оказались не тем чего ждало большинство зрителей. А ведь так хочется действительно мощной истории со средневековым характером, сильными яркими персонажами и чтобы никакой повестки, никаких намеков на современные тенденции, иногда мне кажется что Голливуд больше на такое просто не способен. Но к счастью это не так и сейчас вы узнаете какую новинку я жду больше всего. Средневековье, кино которое в прокате с 20 октября и которое меня лично крайне заинтриговало. Во-первых, я обожаю средневековые сеттинги, все что связано с этой жесткой, суровой и привлекательной эпохой. Во-вторых, у данного фильма просто отличный актерский состав, чего только стоит легендарный Майкл Кейн и Бен Фостер, который возвращается на экраны после четырехлетнего перерыва. Ну и вообще, когда вы в последний раз видели действительно крутое, трушное историческое кино, на реальных событиях, 18+, без хромакея и рисованной картинки, без инклюзивных королей и всяких новомодных заморочек. Очевидно очень давно, так что в этом ключе средневековье как глоток свежего воздуха. Фильм в кинотеатрах уже с 20 октября и эту премьеру уж точно невозможно пропустить, билеты можно найти по ссылке в описании. Мы же вернемся к Кольцам Власти и статье Forbes, которая очень точно подмечает, что почти все, что могло пойти не так, в итоге пошло не так. Даже худшие опасения по поводу качества этого шоу не могли сравниться с тем, что нам на самом деле выдали его авторы. И конечно, пожалуй, наибольшее разочарование и гнев у зрителей после просмотра всего первого сезона вызвала его кульминация, объявление Саурона и создание Колец Власти. Ведь несмотря на то, что сам процесс ковки колец в принципе был снят не так уж и плохо, суть в том, что здесь сценаристы и шоураннеры снова пошли во все тяжкие. Ведь Саурон, который оказался вдруг какой-то блеклой молью по имени Халбрандт, в итоге покидает Галадриэль, а та вместо того, чтобы кому-то об этом рассказать, всего лишь велит им сделать три кольца вместо двух, из-за баланса, чтобы это не значило. А дальше кольца, на изготовление которых ушло 90 лет, создаются за 10 минут экранного времени. Естественно, речи о первых кольцах людей и гномов даже и не идет, а Галадриэль так и вовсе говорит, что кольца должны быть только для эльфов. При этом сценаристы как-то списывают со счетов тот факт, что Саурон участвовал в ковке всех колец людей и гномов, и это было частью его плана заставить эльфов сделать эти кольца, чтобы он мог тайно изготовить единое кольцо и контролировать все остальные. А затем Килибримбар выковал три эльфийских кольца без ведома Саурона, а об обмане Саурона эльфы узнали только тогда, когда он создал кольцо Всевластия, но ничего этого в сериале нет. Здесь вообще нет ни одного из самых основных элементов создания настоящих колец власти. И вот разумеется, большинство зрителей недоумевает сейчас, задавая риторический вопрос, почему и зачем. Почему сценаристы проигнорировали канон Толкина и зачем они все перекрутили на свой манер? Неужели профессор написал такую глупую и примитивную историю, что шоураннерам, у которых за плечами пока что нет еще толком ничего, пришлось там прям срочно все менять? Зачем они это сделали и отчего хотя бы те немногие моменты, в которых они могли опираться на книги Толкина, были и то при этом нагло переделаны? По-моему тут на лицо просто какая-то гордыня, ну или не знаю комплекс маленького мальчика, который хочет все сделать по-своему, даже когда ему предлагают самый разумный вариант. Естественно зрители это просто взбесило и конечно они отдают предпочтение Дому Дракона, создатели которого в отличии от флагмана Амазон, решили не играться в самых умных и учтя уроки восьмого сезона престолов, просто пошли максимально близко к первоисточнику. И что же по-моему получается пока что у них очень достойно и на порядок лучше чем у колец власти, кстати говоря помните как в прайм видео все кичили с их просмотрами, все сравнивали их с Домом Дракона, мол вот нас смотрят больше чем флагмана от HBO. Что же у нас подоспели наконец-то отчеты независимых аналитиков с портала Нильсон, вполне авторитетного источника, который показывает что само собой в прайм видео выдавали желаемое за действительное. И тогда как кольца власти получили 988 миллионов минут, что кстати довольно близко к тому миллиарду, о котором отчитывались в Амазон, но при этом их главный конкурент от HBO набрал 1 миллиард и почти 200 миллионов минут просмотра. Таким образом получается что шоу с бюджетом в 3 раза меньше чем у колец власти, и это мы говорим только о производстве не считая еще тех четверти миллиарда, что были заплачены за авторские права. Так вот данное шоу не только обладает в 2 раза большим рейтингом от зрителей, но также и набирает на 20% больше просмотров. А еще как ни странно оказалось, что кольца власти не сильно интересны молодой аудитории. Согласитесь удивительно, ведь было принято считать, что Толкина любят все от мала до велика, но в гениальной интерпретации Амазон это оказалось не так. И пока 68% зрителей Дома Дракона относятся к возрастной группе от 18 до 49 лет, более 70% людей, которые смотрят кольца власти, старше 35. То есть это та аудитория, которая помнит еще выходы фильма в трилогии Джексона и скорее всего пришла в первую очередь из-за нее. Вот такие дела, что же касается Саурона, то конечно он оказался еще одним тотальным разочарованием первого сезона, которым как ни странно ужасно гордятся его шоуранеры. Вообще, как по мне, нанятие этих двоих было страшной стратегической ошибкой Безоса, которую он уже вряд ли исправит. Что же касается их Саурона, почему их, ну потому что сами шоуранеры дают понять, мол это их личное ноу-хау. Так вот, темный властелин, конечно же, тоже разочаровал большинство, потому что будем откровенными, у Халбранда и близко не хватает ни харизмы, ни внутренней силы персонажа, дабы изображать Саурона. Да, можно съезжать на то, мол у него было много имен и обличий, Саурон имел перевоплощаться, но черт возьми, даже уже по пути в Мордор, зло вглядываясь в сторону Роковой горы, Халбранд, или простите уже Саурон, смотрится как заблудившийся хипстер, который очень старается выглядеть грозно, попав в незнакомый спальный район. Правда, у шоуранеров на этот счет совсем другое мнение, вот что они говорят. Джей Ди Пейн и Патрик Маккей объясняют идею создания Саурона в сериале Властелин колец. Было бы очень заманчиво сделать первый сезон этого шоу, шоу Саурона, очень злодейским, но мы хотели такого уровня зла и сложности, зла, чтобы выйти из мира, в который мы вложены. Не потому, что зло угрожает ему немедленно, мы хотели, чтобы вы снова влюбились в Средиземье, мы хотели, чтобы вы поняли и относились к борьбе, которую каждый из этих персонажей ведет, прежде чем мы проверим их так, как они никогда ранее не проверялись. Вы что-то поняли? Я лично нет, кроме того, что шоуранеры очень чего-то там хотели. Но дальше больше, нам говорят, что во втором сезоне Саурон может быть чем-то наподобие Тони Сопрано. Он зло, но он сложное зло, то есть Тони Сопрано это наш следующий ориентир для сезона номер 2, что же, неплохо. А вообще тут в прайм-видео нам обещают новую форму большого зла. Второй сезон принципиально отличается тем, что наш главный злодей находится где-то рядом, заявил исполнительный продюсер Линдси Вебер в чате с Дедлайн. Это будет жестче, интенсивнее, может быть немного страшнее. Что же, с учетом того, что страшно нам в основном было от того, как все это плохо выглядит на экране, могу вас поздравить, первый сезон лишь раскачка. Да и что там говорить, если каст открыто признается уже, что книги Толкина им только мешали. Вот, например, Чарльз Эдвардс, исполняющий роль Кили Бримбара, послушайте, что он говорит. С этим был своего рода баланс, ну, помимо того, что у нас не было никаких сценариев, и я знал, что были проблемы с правами и другими вещами, а если я буду слишком много читать, например, в Сильмариллионе, то им этого сделать не разрешат, и я буду разочарован. Но, как оказалось, пока все идет по плану, и исследование, которое я провел, было тщательным и, безусловно, достаточным, чтобы говорить об этом, но недостаточно тщательным, чтобы продолжать учиться. Короче, опять довольно сумбурный спич, но главную его идею вы уловили, типа книги, не, не надо нам таким запариваться. Как бы, по-моему, вот вам и ответ на все горести и злоключения первого сезона, а также на то, почему из него вышло то, что вышло. Конечно, все это грустно, потому что потенциал у Колец Власти был реально запредельным, но пока что реализован он из рук вон плохо. Посмотрим, что будет в сезоне номер два, мы будем продолжать информировать вас о всяких интересных обновлениях, так что подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, кто еще этого не сделал, а также пишите ваши комментарии и ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр и всем пока!